Приместились с Михаилом Ткачуком, оператором в музейный комплекс Площадь Мира, где накануне состоялась встреча горожан, приближенных к искусству и не очень, с московским художником Растаном Тавасиевым, знаменитым тем, что он стал адептом бегемотописи, во-первых. И с ним красноярцы познакомились впервые в 2012 году, также Растан выступил автором в Назарова композиции под названием «Убегающий мамонт». Спящий. Спящий, пардон. Но Назарова, оно и к мамонтам оказалось не готово. И сейчас Растан путешествует по России с проектом «Искусство, воображаемым будущим», цель которого коллаборация писателей-фантастов и художников с их видением произведений искусства. Ведь какую проблему вы ставите, Растан, в этом проекте? Я сначала хотел бы поблагодарить жителей Назарова, что всё-таки два года... Пробитным. Да, была у них моя работа, это, мне кажется, очень большой срок, потому что действительно, ну, два года он прожил. Вот, есть это, мне кажется, достижение большое. Ну, может быть, они... это было такое обращение, что они хотят ещё... Может быть, вот. А про воображаемое будущее. Я в какой... я не могу сказать, что я прям супер какой-то фанат научной фантастики, по-клингонски ничего не понимаю, и, ну, «Звёздный путь» смотрел, но не целиком, наверное, вот. Но в какой-то момент я обратил внимание на то, что в научной фантастики практически не описана вот моя любимая отрасль народного хозяйства и изобразительное искусство. То есть, описаны, не знаю, и красочно-иллюстрированные космические перелёты, как будут корабли устроены, как будет оружие устроено, одежда, медицина. То, что там роботы голые постоянно ходят. Да? Терминатор. Что ты пропустил? Ну, в общем, много-много-много всего описано, и вот, не знаю, там, те инженеры получают информацию, которая помогает развиваться их профессии. А искусство я практически не встречал в тех произведениях, с которыми мне удавалось ознакомиться. Вот, я стал внимательнее, там, смотреть фильмы, скриншотить те произведения, которые обнаруживаются. Вот, но оказалось, что действительно есть такая проблема. Стал обращаться к писателям, брать у них интервью на эту тему, и оказалось, что действительно, скорее всего, устроена так голова у человека, который работает с текстом, что яркий какой-то визуальный образ художественного произведения ему очень трудно придумать, и даже у него такая задача не стоит, потому что если бы она у него возникала, он бы художником был, а не писателем. Вот, и я понял, что мы художники и искусство не попадает в научную фантастику не по злому умыслу какому-то, а просто по недоразумению. То есть писатели не так устроены, что не могут толком о нас ничего написать. И получается, что мы вот в эту большую общую мечту о будущем не попадаем. Вот, я подумал, что это не очень хорошо для нашей отрасли. Вот, и придумал программу, которая позволяет художникам самим о себе позаботиться. То есть, если не, ну... Ну, предстоит свое видение, каким оно могло бы быть, да. Да, каким искусство могло бы быть в научной фантастике. То есть не в каком-то настоящем, прогнозируемом мире. А воображаемом мире. А именно в воображаемом мире. И сейчас, собственно, я вот с проповедью этого езжу по регионам, собираю информацию. Расстояние, к сожалению, времени эфирное не очень велико. Ваша работа находится в фондах Третьяковской галереи. И вот вы как человек, который заботится о прекрасном в нашей стране, как художник. Вы-то себя в этом ображаемом мире как видите? Я себя... Себя. Дело в том, что меня там мало. То есть, я имею в виду, что... Мне кажется, что если, допустим, я один озабочусь этим и буду... То есть, это или все туда попадут, или никто там не нужен. То есть, мне кажется, что тут такой есть момент, что... То есть, я сейчас стараюсь не свое видение прокачать и загрузить в сознание писателей, а подтянуть художников, чтобы как-то... Ну, то есть, чтобы это была общая, что ли, общая работа или общее дело такое. Потому что, мне кажется, что самостоятельно пытаться прыгнуть в этот звездолет очень глупое занятие, потому что, ну, что я там один буду делать? Ну, так вот, спасибо большое, Растан. Мы, как и... Алчущая к новым встречам и ощущениям душа художника Растан Тавасиева. Утренний офис Афонтова объединяет весь край, всю Россию с помощью Афонтова.рус. Спасибо вам большое. Спасибо. Успехов вам в реализации вашего проекта. Марина, Саша.